Ну, на самом деле, я занимаюсь мобильными приложениями уже порядка трёх лет, и в основном занимаюсь их продвижением. Какие хочешь сказать, что вы? Я рада уже, когда хотела бы видеть. Как сказать, в опыте было много разных приложений, игровые, и сейчас я занимаюсь музыкальным сервисом. В общем-то, хотелось поделиться опытом и немножко просветить вас в это направление. Чтобы, в общем-то, наш диалог, а я думаю, что у нас должен быть диалог, потому что я не просто хочу вам рассказать, но как-то дать какую-то реальную пользу. Мне было бы очень интересно, занимался кто-нибудь разработкой мобильных приложений, и если да, то давайте ручки вверх. Есть такие? Ну, не стесняемся, об этом нет ничего плохого. Алиба, вот это сейчас было не игра. Не считайте. Хорошо. Собственно, если начинать говорить о разработке мобильных приложений, то вообще можно было бы на этом заработать. Существует много разных поверьев, скажем так, когда я хочу привести некоторые факты о том, почему стоит заниматься именно мобильными приложениями. Ну, наверное, уже такой признанный факт, что дефтоку в целом умирает. По итогам этого года, там, DNS, Яндекс, Гугл, все признают тот факт, что употребление контента, пользователь, чаще всего заходит в интернет уже посредством сотового телефона. На долю, ну, по данным Яндекса, это порядка 55 процентов заходов, там, обращений в интернет случается. Ну, в общем, данные разнятся, но всем признают тот факт, что уже большую часть времени мы проводим в интернете именно с мобильных телефонов. Поэтому, наверное, собственно, стоит обратить внимание на это направление и там дальше развиваться в нем. Можно ли заработать? Вот, ну, уже я понимаю, что заканчивается 2015-й, но еще никто это как бы не подводил, сложно говорить о цифрах. По итогам прошлого года больше 10 миллиардов долларов заработали разработчики только на приложениях, которые находятся в App Store. Ну, собственно, мы понимаем, что есть еще Google Play и, да, Windows Phone тоже, какие-то есть деньги, пользователи, наверное, на приложениях, на этих зарабатывают. Но мы понимаем, что размер аудитории существенно меньше. Ну, собственно, и успеха может достигнуть каждый. Мы знаем, ну, то есть это, там, три примера, которые мне первые в голову пришли, приложения, которые заработали, стали известными. Это люди-разработчики, ребята, там, не знаю, такие же, как вы, может, круче, а может, наоборот, более простые ребята. Они разместили, там, разработали игру, придумали свою концепцию, внестили ее в App Store и, там, прославились. Про кого-то из них сняли фильмы и, там, рассказывают истории, из уст в уста передают. Про кого-то просто написали публикации, а кто-то просто счет пополнил свой значительно и порадовался этим. Что же нужно для того, чтобы повторить успех этих ребят? Ну, безусловно, любые достижения, там, заработок, неважно, там, какой-то результат можно получить только путем усердного труда и, там, разработки положений, пробовать, пробовать, пробовать. Совершенствоваться, например, ну, не все знают, какого была Angry Birds? Ну, давайте честно, на кого он в телефоне стоял? Тут должно быть больше, я не верю, что так же. Вот, это же похоже на правду. Собственно, Angry Birds была, по-моему, 53 попытка разработчиков сделать свое мобильное приложение. То есть, до этого о компании никто не знал. Но именно, там, 50-какая-то попытка сделала их известными. Сейчас там мультики выходят, игрушки, и все мы знаем, что это за компания, да? Поэтому никогда нельзя останавливаться. Ну, и сейчас, наверное, всегда стоит помнить о том, что просто разработать продукт, ну, наверное, как и в любом бизнесе, просто, там, сделать продукт, этого мало. Уже необходимо заниматься также продвижением, привлечением аудитории. Ну, и, собственно, там, я могу больше, там, рассказать о том, как это делается. В общем, если мы поняли, что заниматься разработкой мобильных приложений, это, ну, интересно, то нужно понять, нужно совершить выбор, что вы будете делать, это будет мобильная игра или это будет сервис. Существует, там, существенная, значительная разница между тем, что разрабатывать. Начнем с игр. Наверное, стоит признать тот факт, что Free2Play победил, безоговорочно. Если вы сейчас посмотрите в рейтинге самых зарабатываемых, ну, зарабатывающих игр в сторах, в любых из разницы, это, там, в сторах или Google Play, то вы видите игры, в которых подразумевается, что пользователь может получить полный доступ к игре и при этом доплачивать только за, там, какие-то банкиные возможности пользователь может играть. Раньше там была наиболее популярная модель фремиальная, когда пользователь поплатил, там, например, мы видели, например, игры, либо ее необходимо было купить на, там, я ее, по-моему, покупала за 169 рублей, ты платишь ее, дальше ты можешь проходить всю игру и получать в ней полный доступ. Сейчас таких приложений все меньше, пользователи не готовы платить за продукты, которые они не понимают, не могут потрогать, не могут выиграть, а вдруг им не понравится. Поэтому там, основные механики, и сейчас мы посмотрим, какие-то выгоды. А чем зарабатывают? На времени. Пользователи привыкают к определенному циклу. То есть на самом деле существует, ну, там, не знаю, ферма ВКонтакте, наверное, многие играли, да? Та аудитория, которая может сказать, что да, играли. Мы делаем какое-то действие, и игра вынуждает нас вернуться и продолжить какое-то взаимодействие с ней через какое-то время. Она присылает на пуш-нотификацию, у вас там стали доступны какие-то доспехи, у вас созрела, да, или еще случилось какое-нибудь счастье. Собственно, мы же все очень интерпелируемые, нам хочется, чтобы все произошло прямо сейчас. Ну как, я же вот играю, вот как это тут надо подождать до 10 минут? Вот, собственно, поэтому пользователи очень активно платят за то, чтобы ускорить этот процесс. Чтобы, там, не знаю, промежуток в день прошел у вас 5 минут, 10 минут. Ну, и, собственно, на этом построено очень большое количество игрушек. Второе – это возможности. Возможности могут быть разные. Это может быть дополнительный персонаж, это может быть, так, не знаю, доспехи, дополнительный остров, не знаю, дополнительный уровень какой-то, то есть, который вам был для этого доступен. Ну, это еще одна из механик, которая позволяет монетизировать пользователя в игроках. Ну, и продолжение. То есть, на самом деле, существуют игрушки, в которых ты, там, проходишь первые 5 уровней, и после чего тебе говорят, классно, тебе понравилось, а теперь заплати. Ну, или, там, следующий, каждый последующий уровень требует для себя технических финансовых вложений. Собственно, здесь еще рекламная модель, но, если честно, посмотрев на току, я не нашла примеров для того, чтобы приложение было супер, скажем так, дополненным, если в нем находится реклама. Реклама? Фори-пёрт зарабатывал 50-50 долларов в день, по-моему, да-да-да. Ну, вот, классный кейс на отбуз. Скажем, а есть еще, вот, King of Thieves от ZepTalad, там, да, даримая реклама, ну, конечно, много донатов. Ну, можно сказать, реклама тоже бывает разная. То есть, например, можно разместить банное место, в котором у тебя будет постоянно что-то показывать. Можно, опять же, то есть, есть механики, которые позволяют тебе, говорят, пойди, не знаю, поставь приложение какое-нибудь, например, да, и тебе там дадут какие-нибудь наспехи и какое-то новое достижение, что-то еще будет доступно. Поэтому, таким образом, там, мотивирует пользователя сделать то или иное действие. Ну, и дальше использует для собственной модели. Ну, вот, собственно, это, там, 4 основные истории. Если мы говорим про сервисы, то, ну, то есть, и время жизни в играх, оно существенно меньше. Там, есть LTV, и, как правило, игревики смотрят LTV по дням. Сколько пользователей прожило? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь дней. И, там, основной заработок с пользователем происходит в этот период. Ну, там, смотрится доходность, сколько пользователей приносят в эти периоды. С сервисами история отличается, потому что, как правило, сервис – это долгая история. Мы сейчас посмотрим основные примеры того, какие сервисы бывают, тоже по типам. Но все их отличают то, что это долгий, там, контакт с пользователем, и он живет месяц, два, три, четыре. Ну, там, на каждой неделе подробнее остановлюсь. Сервисы, в основном сейчас, контентные сервисы в том числе, такие, как звук, например, они зарабатывают на подписках. И у BookMate, проложения, которые позволяют скачивать книги по подписке, ну, Яндекс.Музыка, Apple Music, как не знаю, все они переходят на подписки. Чем это хорошо, и почему, там, пользователи соглашаются на такую, скажем так, историю? Потому что они понимают, что употреблять контент будут долго. Это не разовое какое-то, то есть, если в играх решение о покупке совершается больше эмоционально, то, там, в сервисе это осознанное решение. В подписочных сервисах, наверное, также LTV, там, измеряется месяцами, и заработок с пользователя образуется не в первый месяц. Наоборот, скорее, сервис работает на то, чтобы как можно дольше месяцев пользоваться, лет подписки сохранял. В этом нам, безусловно, помогает то, что в сервисах, например, в Apple Store, если пользователь подписывается на, на оформляет подписку, то оно рекуррентное. На следующий месяц его уже не спросят, а просто перечислить вам дети, если они будут доступны. Еще один тип сервисов – это услуги. Например, компания Aviasense, ну, или, там, SkyScanner, любое приложение, которое позволяет вам, там, купить товар, билет, забронировать отель, все эти приложения также зарабатывают, ну, собственно, понятно, у них модель не поменялась, у них единственное, что поменялось – место. То есть раньше зарабатывали в вебе, теперь они перешли в вожилку, и, собственно, сделают то же самое. Я хотела сказать, что у них, например, у всех туристических сервисов, у них время будет, мы все ездим отдыхать два, ну, максимум три раза в год, поэтому мы обращаемся к приложению именно такое количество раз. Им необходимо, чтобы в эти разы вы вспоминали именно о них, их приложение стояло у вас на телефоне, поэтому, следовательно, с вами необходимо контактировать значительно чаще, чем вы будете обращаться к приложению, поэтому необходимо создавать какую-то дополнительную пользу. Я не знаю, писать статьи о том, как можно путешествовать или как готовиться к путешествию, различные другие истории. Еще есть сервисы, собственно, зарабатывающие на рекламные модели. Собственно, у звука есть такая вторая история. На самом деле у нас и сервисы существуют для модельноинтизации. Одна по подписке, а вторая – это рекламная модель. Рекламная модель, на самом деле, чем хороша, тем, что она помогает вам лучше продавать пользователю подписку, к примеру, ну, либо просто окупать то, что вы создаете контент, поддерживаете сервис, его как-то развивается. Ну, коротко так. В общем, мы там с вами посмотрели, да, есть игрушки, есть сервисы. Их можно, там, набирая тот или иной, но в любом случае, как я уже говорила, сейчас без продвижения очень сложно сделать приложение заметным. Есть много разных способов продвижения. Я, наверное, больше буду рассказывать про бесплатные, могу рассказать про платные, и все могу. После того, как вы определились с типом приложения, то там, или игра, или это сервис, у вас из этого будет сильно зависеть то, какой инструментарий для продвижения будет использоваться. Собственно, почему я еще хочу вам сказать про продвижение, потому что 99% разработчиков, которые добавили приложение в опыта, они заработали больше 10 долларов. Собственно, чтобы ваши труды не пали на ровно, призываю вас отнестись к этому ответственно, потому что, ну, просто создать приложение – это классно, его там восстановят ваши друзья, мы, наверное, в этой аудитории, если вы нам об этом расскажете, тоже поставим хотя бы потестировать. Но, как бы, внести его и рассказать о нем больше аудитории, той, для которой вы создавали это приложение, это весьма правильно и оправданно, мне кажется. Собственно, про бесплатные способы продвижения. Если, они условно называются бесплатными, потому что даже если вы не тратите прямых денег, то вы будете тратить свое время. Наверное, первый, про который вспоминают обычно все игроки в первую очередь, это пиар. Все-таки нам надо написать статью, отправить пресс-велизы всем журналистам, все тут же побегут и начнут судорожно писать статьи, какие прекрасные. Не будут. Ну, это такое, что вы будете. Не сильно вас обнадеживать. Сейчас разработчиков стало очень много. Тех порталов информационных, которые публикуют какие-то публикации про мобильные приложения, их не сильно увеличилось, в особенности, если мы говорим про Россию. И у них стал большой выбор. Они могут написать про вас, про вашего соседа. Смотрите, соседа, который здесь сидит, они тоже отправят ему свое предложение, это предложение, и будут претендовать на эту публикацию. То есть вам необходимо было претендовать. Оно вот так будет работать. И как только у нас все, вот появится первая версия, мы с вами сразу же поделимся. Таким образом, то есть необходимо создавать какую-то интригую историю вокруг того продукта, который вы создаете. Если вы создаете его как инди-разработчик, ну, это группа, два-три человека, то рассказываете о том, как вы делаете этот продукт, почему он выглядит так и не иначе, почему вы выбрали это приложение. И такие истории, в особенности, если вы потом заработаете много миллионов, все журналисты скажут, блин, я его верно нашел, и вот классно, что-то написал про него статью. Ну, это если говорить про игры, то издания, скажем так, в России известные, какой-нибудь iPhone 2, Apps4 или App2Doc. Это основные источники, где люди приходят посмотреть приложения и, собственно, публикуют довольно-таки различные приложения. Если же вы делаете или сервис, или какое-то специфичное приложение, игру детскую, например, то нет смысла публиковать их на этих порталах. Ну, как бы дети и их родители не ходят читать AppsWall и iPhone 2, чтобы найти приложение. Они ходят на порталы для родителей, они ходят в какие-то блоги женские. Если это приложение для путешествий, то, безусловно, какие-то путешественники, которые описывают свои истории, как они куда-то съездили. Дайте им промокод, предложите им протестировать первыми. Вообще, блогеры, те, кто специализируется на какой-то тематике, не знаю, те, кто фотограф, если бы вы сделали Инстаграм, то было бы классно, если бы фотографы, блогеры были бы с вашими первыми пользователями. Будем надеяться, вы не Инстаграм, а что-нибудь стоящее и равнозначное кто-нибудь из вас сотворили. Вот, собственно, поэтому, когда мы говорим о каких-то публикациях, то лучше искать тех, кто пишет на вашу тематику. Если вы, например, делаете приложение для заказа, не знаю, допустим, заказа таблеток на дом или лекарственных средств, наверное, тогда вам стоит писать там, где люди жалуются, что же у меня вот тут болит, что же мне сделать. Искать тот повод, где вы сможете с аудиторией пообщаться. Чего-то, как кажется, протокол уже упасть. Партнерство и основной подход к ним. Мы все знаем, что, то есть, есть вы, вы такие классно сделали, классный продукт, но аудитории у вас нет. Ну, или она небольшая. Наверное, если нет, то не получится. Есть другие такие же разработчики, которые дальше там делают свое приложение, у них есть какая-то своя небольшая и большая аудитория. Они будут рады предложить на каких-то условиях обменяться в этой аудитории. То есть, допустим, если вы предложите, я не знаю, соседу, соседу, знакомому просто, что пользователю вашего приложения будет доступен какой-нибудь дополнительный уровень, который будет недоступен больше никому. или какие-нибудь супероружины, или супергерой, которого смогут получить только пользователь, пришедший от этого друга. Он сможет промоутировать ваше приложение и у него будет понятный берифик для аудитории. Сказать, что смотрите, классная приложуха и у вас там есть суперплюшка, доступная только вам. Собственно, и вы точно так же можете делать. И, как мы понимаем, у одного была кучка, у второго кучка, две кучки у каждого стало вместе и это гораздо лучше. О чем важно помнить? Неусловно, когда вы таким образом обмениваетесь аудиторией, там не важно какого она размера, например, но услуга, аудитория активных юзеров больше миллионов в месяц. Поэтому, например, кто у нас был с последних? Компания Lingualeo. Мы обменивали с ними аудиторией и мы с ними обменивались по принципу платящих на платящих. Мы предлагали их пользователям пойти и сразу провести подписку у нас для того, чтобы пользоваться сервисом. Ну, так же, собственно, они, наша аудитория предлагали войти оформить подписку у них и начинать пользоваться сервисом. Чем это хорошо? Тем, что вы сразу получаете изменения в своей выручке, прибыли и всем понятно, зачем это происходит. Собственно, необходимо думать о рентгеностойки и так не бывает, что кому-то хорошо, а второму ничего и он на это согласен. То есть, условно, если бы просто нам пришли на Валеру и сказала «Давайте вы всем своим пользователям расскажете о том, какие-нибудь классные». мы добрые, но не настолько. Мы хотим немножко зарабатывать денег. Необходимо искать проекты с такого же размера аудитории и с теми же интересами, но это не всегда на самом деле так напрямую работает. То есть, условно, пользователи информационного портала по, не знаю, спорт.ньюз, они наверняка захотят поставить приложение для трекинга вега или, не знаю, для организации совместных походов на футбол с друзьями. То есть, необходимо понимать, что за люди пользуются этим приложением и насколько им будет интересно пользоваться вашим приложением. Ну, и необходимо давать какое-то, давать то, что стоит для вас минимально, минимальную сумму. То есть, если вы сами разрабатываете уровни игры, то создать еще одно это меньше денег, чем если, например, у вас есть контент, например, музыка или кино. Весь контент стоит всем денег. Поэтому все просто так, фильмы или музыку скачивать давать не могут. К сожалению. Вот. И есть еще один способ, он называется «Центральная программа». Все мы, не знаю, где-нибудь получали там «Позови друга» на «Пропорсе», наверное, все пробовали, «Позови друга», «Получи еще немного места». Не знаю там. «Позови друга», «Пусть поставят приложение», «Мы дадим тебе сколько-то рублей на поездку». «Позови друга», «Еще что-нибудь случится». «Все мы торгуем своими друзьями по разному курсу и с разной активностью». Ну, правда жизни. Собственно, если вы создадите такой механизм внутри собственного приложения сервиса, «Неважно», то вы сможете также приводить аудиторию за счет той аудитории, которая у вас уже есть. Продолжите пользователям шерить свои достижения. «Это же классно, когда я достиг, я там пробежала сколько-нибудь километров, я собрала сколько-нибудь звездочек». Когда человек на позитиве находится, он охотнее оставит вам позитивный отзыв в веб-сторе, он охотнее поделится этой новостью с друзьями. То есть, чем больше позитивных эмоций у пользователя во время общения с вашими положениями возникает, то тем вероятнее, что он его или прикидывает, или больше останется создавать и не будет издавать пользователю драйв. Я знаю, что... как их называют? Но они не казино, они просто забирают у вас деньги и вывезти их как нельзя. Они, собственно, их механизм выстроен таким образом, что пользователь первые два дня офигенно все выигрывает. Вот прям такой, не знаю, многократно увеличен свои деньги и все, он думает теперь, он будет всех выигрывать всегда в лето, в бойкер, во все. Ну и дальше пользователя на это подсаживается, ему в обычном призме, ему не верится, что он может теперь все проиграть. На самом деле даже механизм построен под это. Я не призываю вас поступать таким же образом, но давать пользователя порционно и шажками идти каким-то позитивным эффектом, это важно. Ну, в общем, если вы игрок в десятки решили потратить денег своих или не очень на привлечения, то важно сразу посчитать сколько же денег вам надо и что вам это даст. Для этого обычно разработчики используют лодчи, это публикация приложения в стор или на отдельный рынок, или без особого анонса, чтобы понять, что у вас приходит в пользу, вы продолжаете в приложении столько-то времени, но столько-то денег вам приносит. Вы тогда сможете понять, сколько вы можете на него тратить. Иначе может получиться, что вы привлечете установку условно 30 за 50 рублей, а заработаете с пользователя 10 рублей. Следовательно, вы много хорошо потратите, сколько даже что-то заработаете, но все равно останетесь в минусе. У меня есть кейс, который я, допустим, рассказываю про трафик, я делаю на примере кофе. Так всем как бы немножко понятнее становится. Есть мотивированный трафик. Тут самолетик. На самом деле это растворимый кофе, по качеству, чтобы все понимали. Все бьют много, хорошо, классно, но после него спать хочется так же, как и без него. Мы уже обсуждали, что в приложениях иногда размещают предложение о том, что пойти поставь что-нибудь и получи мотивированный трафик. Это когда пользователь не заинтересован в вашем приложении. Он пойдет выполнить свое задание, но на самом деле он делает это только для достижения каких-то других целей. Мы пробовали в разных проектах покупать мотивированный трафик, смотреть на результаты. На самом деле по нашему опыту порядка одного процента пользователей хотя бы вообще открывали. То есть это все классно, они его поставили, все чудесно и замечательно, но дальше пользоваться они этим не будут. Дальше лучше чуть-чуть это трафик рекламных сетей. Рекламные сетки бывают разные. Можно долго про них рассказывать. В чем особенности как с ним работать. В рекламных сетках вам дают доступ к кабинету вы можете разместить объявление. Чуваки ставьте мое приложение вот оно такое классное чудесное. Дальше приходят другие разработчики которые размещают у себя рекламу предложение рекламные сетки может не пригодиться вам. Эти пользователи будут выходить, не будут пользоваться. Стоимость повелеченного пользователя будет высокая. и очень много рисков связанных с этим. Дальше наверное трафик рекламных сетей для меня какой-то кофе куплены где-то там. Не знаю какие-то сети кофеин у вас есть. Пойдем в фронт. Ну вот мне подсказывают коллеги если про мировое говорить старый тебе понятный бренд против я и разбираю чуть-чуть лучше но еще не совсем хорошо органический трафик это ну по мнению как раз основателя города Шуэнс основателя старлекса он говорил о том что фрэнч пресс кофе самый лучший кофе ну наверное да кто такие органические пользователи ну всем мы ставим приложение но сейчас эти опрос как вы ставите приложение в телефон как они попадают вам их давайте кому рекомендуют друзья и они их ставят хорошо но это наметка окей кто ищет их просто вводя какое-то слово в поисковике вот ну и кто-нибудь заходит и бывает еще можно зайти в категорию например ищите я не знаю игру в каком-то разделе аркады заходите поискать нет есть такие если это как бы и категория еще работает это классно в общем-то вот те кто заходит сейчас ручки поднимали в органическую заходили в категорию или заходили в поисковике это есть органический трайф как и откуда появляется органический трайф когда ваше положение публикуется оно публикуется в какую-то категорию дальше оно ранжируется определенным образом поэтому наши будут в Google Play стоит рассказывать в сравнении и немножко подробнее расскажу сейчас так коротко коснусь в общем оно попадает в этот рейтинг и дальше в категории они ранжируются определенным образом те кто заходит в эту категорию как многие в этом зале могут найти ваше приложение и его поставить это органический пользователь он пришел посмотрел на ваши названия на стрельшоты на описание что наверное что-то заинтересовало поэтому поставил приложение у него уже есть собственная мотивация он почему-то вас выбрал он уже потратил силы на то чтобы вас выбирать в App Store поэтому он скорее всего зайдет в ваш продукт его потыкает туда-сюда ну и что-то там дальше примет какое-то решение он может не понравиться функционалу или еще почему-то но он прямо очень хочет узнать что же у вас за сервис или игра поэтому он хорош собственно те кто вводят в поисковике вам тоже вводится какой-то список приложений у которых есть это ключевое слово если вы например вводите такси и у вас вводится приложение которое в названии или в ключевых словах имеет слово такси вот эти пользователи очень хороши потому что они вам показывают достаточно чистые показатели когда вы делаете ночь и просто размещаете приложение к примеру то пользователи которые вас находят или видят категории они приходят и обычно используют как нулевой показатель то есть средняя температура по больнице если вы будете закупать трафик социальных сетей то этот показатель должен быть выше потому что сейчас расскажу почему с органическим как-то так чем хорош трафик социальных сетей тем что при закупке рекламных соц.сетей мы указываем в соц.сетях мы указываем где мы живем что нам нравится что нам не нравится поэтому когда вы или другие размещают рекламу на вас в социальных сетях то они могут указывать как раз а мне нужны потому что у меня приложение в котором можно оплатить штрафы мне нужны только мальчики которые любят автомобили но понятно что для аудитории автомобилистов приложение для оплаты штрафов будет актуальным то есть нас не пришли вот поэтому собственно такой выборкой социальные сети позволяют вам максимально эффективно найти ту аудиторию на которой ваше приложение сервис игра будут более интересными поэтому экспрессо лучше выжимка самая емкая в чем минус но сейчас уже не сказали что это минус потому что практически у всех сервисов у яндекса есть своя реклама мобильная у google есть своя мобильная реклама у facebook есть своя реклама у instagram у twitter у вконтакте у одноклассников у моего мира все практически социальные сети которые мы пользуемся все поисковики имеют отдельные объявления и умеют таргетировать рекламу мобильных устройств поэтому этот объем трафика социальных сетей и так подобных источников очень возрос то есть только в майкангете сидит больше 8 миллионов пользователей ежемесячно пользуются приложением и видят рекламное объявление и до всей этой аудитории можно легко скучаться ну или вообще в общем-то сейчас я хочу подробнее еще не устали может пятиминутку отдыха так задумались а давайте еще соц.опрос мне же надо как-то вас развлекать а у кого андроид-устройство я думаю класс ну понятно конференции это у нас в общем-то подразумевается я тут встаню со своим по айфонам будем показывать ну собственно ну две платформы мы все это наверное знаем о том что аудитория эву достаточно сфиксирована скажем так то есть есть статистика о том что в России айфонов порядка десяти миллионов еще порядка четырех-трех миллионов это айпады аудитория андроида или гуглплей прирастает каждый год все больше и больше на данный момент по примерным ценам скажем так на территории россии гуглплей занимает примерно 85 процентов качеств это вот гуглплей при этом по размеру дохода тоже сложно сказать 15-й год в итоге никто не подводил но уже точно гуглплей обогнал апстор по доходам в России вот есть еще и это не единственное что отличает от все площадки и немножко хотелось идти уговорить мы говорили уже об органическом трафике есть ну вообще такой термин он звучит как ASO все наверное знают что такое SEO но ASO где-то похожая история изначально ASO это апстор search optimization но сейчас она как бы Google Play применима потому что ищем мы не только в айфонах но и в андроидах телефонов в том числе что влияет вы вводите какое-то слово и находите какие-то приложения почему именно эти почему не другие тут много факторов на самом деле и у системы очень сильно отличается то какие приложения вы увидите потому что в апсторе к примеру есть так называемые ключевые слова это сто символов которые входят и запятые мероразделяющие слова и пробелы поэтому обычно не ставят кроме этих сто символов у вас есть название это очень интересная история потому что в апсторе такое размытое понятие того сколько символов можно иметь в названии это может быть как одно слово там не знаю музыка такси еще что-то так и в одно время там была длинная портянка из слов например у нас было название вся музыка что-то для всего бла-бла-бла и там дальше перечисление жанров классика рок и в общем сколько блесных столько и писали вот теперь к сожалению вот так вот прикрыли нашу лавочку скажем так это помогало просто охватить большее количество историй мы все как бы вот у нас у каждого по-своему работает кто-то вводит зону музыка вот прекрасные поиски я до сих пор люблю этих пользователей они в айфоне вводят музыку для айфона ну вот один из самых популярных запросов прекрасные люди они видимо сомневаются что телефон не в руке как-нибудь прекрасно а вам специально ну не знаю не знаю по ключевым то есть в апсторе больше на выдачу поисковую влияет вот это вот упоминание ключевых слов и к ним относится только название ключевые слова в ваших любимых прекрасных наоборот устройствах все значительно сложнее потому что таковых ключевых слов нет есть название есть краткое описание есть описание приложения и google play учитывает чистоту упоминания слова причем так мы понимаем что русские слова музыка и музыку это два разных слова вот как бы если вы будете музыку 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 то будет в поиске только музыку выдаваться если кто-то введет музыка то уже как бы извините нет то есть необходимо это как бы иногда когда читаешь описание приложений в google play окажется что ты общаешься с роботами потому что это набор определенных ключевых повторяющихся определенной частотой для того чтобы по этим ключевым словам и находиться что еще важно сказать в appstore в поисковые поисковые запросы приносят то есть там многие говорят а sony работает у нас есть приложение второе то есть звук это там основной продукт которым мы занимаемся и много сомневого тратим у нас есть второе приложение называется фонотека в один прекрасный день смотрим у нас там 200-300 установок приложений в какой-то прекрасный день мы такие опа 8000 что же случилось мы добавили новую версию и ключевые слова так хорошо подобрали что мы стали первые в Украине Белоруссии Казахстане Молдове мы в общем забрали весь букет в страны СНГ заняли там первые позиции в Сторе и стали собирать оттуда органический трафик это собственно пример как бы наш того как у нас получилось безусловно очень сильно зависит от категории и приложения потому что например да конкуренция среди таксистов и приложение такси существенно выше если вы сделаете еще одно приложение для такси вам будет сложно выделиться на айфоне там каковы на высажившие потери но например в игровой индустрии можно легко найти нишу которую можно еще занять кроме этого наверное стоит сказать о том что для апстора существует много разных сервисов которые позволяют в той или иной мере как-то предсказать сколько какой объем трафика вы получите если вы замените это слово на вот это слово не то вам не скажет точное число что вот это будет пять тысяч человек которые придет по этому запросу об сторож себе закрывает но как сказать в сравнении между словами всегда можно понять будет это больше лучше или это будет меньше для Google Play к сожалению таких инструментов которые вы работали не существует поэтому сложно сказать какое слово вам надо часто повторять в своем описании для того чтобы много людей находили и ставили ваши предложения это не единственная особенность мы забрагивали тему того что кстати на поиск так же влияет в обоих случаях количество людей установивших приложение по этому запросу если все спрашивают не знаю какое-нибудь слово ролл или суши и устанавливают определенное приложение то оно будет выдаваться выше и выше с каждым разом собственно так же есть рейтинги в топах и категориях как они формируются очень разные принципы формирования то есть если для AppStore достаточно закупить инсталлов и каждый час рейтинг изменяется в зависимости от того сколько будут установлены за этот час приложений например мы его установили 3000 а вашего 30000 ну понятно что я буду ниже со своим приложением чем мы здесь звездочки стоит потому что не во всех сторах обновление происходит каждый час в штатах это чаще не помню где бывает реже но усредненно на территории России происходит ближайше в Google Play на систему рейтингов влияет гораздо большее количество параметров установки столько пользователей открыло приложение сколько или как скоро пользователи снесли это приложение в Google Play можно увидеть сколько всего приложение звук в Android установили больше 390 тысяч пользователей сейчас не могу сказать точную цифру они же стали там после чего оставили приложение на телефоне порядка 80000 ну такие показатели типа за полгода за последователь есть например в AppStory никаким образом не учитывается и вообще невозможно ответить на комментарии пользователей вам оставили рейтинг поставили инвизу сказали вы дурак а вы даже обресивали можете обидно грустно печально ничего сделать нельзя а в Google Play если пользователю оставляет отзыв вы можете прийти и ему сказать дорогой мой товарищ что у тебя пошло не так давай я тебе помогу вы можете связать диалог сказать ему что вы совсем не дурак вы все можете умеете и давайте мы расскажем как на то как быстро вы отвечаете на эти комментарии как ведете диалог активно неактивно тоже влияет на рейтинг ну на самом деле Google не совсем то есть нельзя сказать что например вот этот фактор влияет на столько этот на столько этот на столько их много поэтому нужно делать просто качественный продукт в плане того что пользователи им пользовались то есть чтобы они его находя не сносились с телефона чтобы они дольше и чаще в него возвращались чтобы они там не писали вам негативных единиц или ну уж в конце концов ну все бывает выпустились технический панк что-нибудь все пошли наперекосяк и чем быстрее выпустите апдейт тем лучше будет для вашей карты это еще один например про оплату собственно мы же выпустим все приложения не для того чтобы просто сказать таким классным и посмотрите какой мы продукт сделали мы на нем все денег хотим заработать коварный ужасный бюрократ собственно Apple Store очень активно борются с любыми другими способами оплаты кроме той что смотрят у них по стандарту это оплата с привязанной какао-карточки и все больше ничего сделать не можешь если они обнаружат у вас не дай боже вот как непосредственно в приложении то вы не пройдете никакие проверки и они не допустят вас скоро потому что Apple очень хочет получить свои 30% профессионных за вашей сделкой поэтому они не дают их собственно в Google Play все немножко демократичнее точнее сильно демократичнее можно оплачивать X-карты но если Apple Store у пользователей 95% случаев привязана карточкой в Google Play это порядка 30-35% то есть в 3 раза меньше пользователей имеют привязанную карту я думаю вот вы привязали карточку к своему аккаунту многочисленные пользователи андроида как вы как вы платите за приложение как вы платите платим лучше ответ вот поэтому на как это Apple Store зарабатывают больше все правильно ребята пользуемся андроидом ничего не платим делаем приложение для Apple зарабатываем и все прекрасно хорошая стратегия поддерживается собственно в Google Play есть еще возможность карточкой платить плохо криво обычно устраивают еще платежные системы типа Kiwi что еще там обычно PayPal какого-нибудь ну и собственно недавно совсем полтора месяца назад Google Play пользователем мегафона и билайна если я не ошибаюсь позволил оплачивать с номера телефона самая большая проблема что пользователи не знают о том что они могут это делать и самая большая проблема в том что пользователи научить наши не знают у нас есть отдельная инструкция чувак ты не смог оплатить с карты потому что тебя ее нет поэтому чувак вот там сделай это и это и оплати с номера телефона это же все просто и легко ну ладно реклама была одно время про это нет про внутренние про внутренние про внутренние да но когда Google Play покупаешь то есть они сразу неприятная карта помогает оплатить еще мегамон и бывает и вот почта но только там тоже проблем нет ну как бы на карточке тоже не всегда вообще все бывает так что нет не ну на карте тоже в зависимости от банка в зависимости от того что ну в общем как сказать а то брать деньги у пользователя это проблема да но мы как бы для этого все стараемся ну что там Store Google Play описание скриншотов все мы когда встречаемся с приложением где неправильно что мы смотрим на название и иконку в первую очередь есть люди которые очень активно верят в то что иконка может решить все у меня есть сомнения по этому поводу например там как бы как бы картинку с буквы Z нарисовали ну так типа пусть что-нибудь будет вот оно так висит уже полтора года и в общем-то никто не страдает по ощущениям моего опыта гораздо больше времени оказывают скриншоты при этом сразу скриншоты и ребята это не просто взяли сделали скриншотик картинку как оно реально у вас выглядит нет скриншоты это ваши рекламные баннеры которые можно написать а мы умеем вот так а чем мы умеем вот так не важно что будет на самом деле изображено в интерфейсе интерфейс тоже можно немножко почищать какую-то кнопочку которая вам там некрасиво выглядит в картинке можно тоже убрать ну как скриншоты витрина описание это ваша ну обертка когда все с вами покупаем какой-нибудь товар мы видим его оболочку а что там дальше внутри мне кажется вот я вот тут смотрела думала просто вода выказал с вами ну в общем то как-то так что мы смотрим на упаковку а дальше принимаем решение потом попробуем хорошо когда у нас ожидания совпадут если ваш продукт будет реально таким как он нарисован красивым классным все будет в нем прекрасно но немножко приукрасив нам никто не мешает собственно витрине нужно относиться так есть классная фишка гугла в том что вы можете тестировать сразу несколько вариантов скриншотов т.е. вы делаете там например оба-тест и одним пользователем показываете одни скриншоты другим пользователем другие смотрите с какой версии этих скриншотов приложения ставят чаще к примеру и оставляете эту версию ну или тестируете еще с какими-то другими картинками ну кроме этого да у App Store есть еще очень странная ну как сказать не странная но такая особенность вы можете изменить названия скриншоты и ключевые слова только с релизом причем делать релиз только для того чтобы с университет и никого он не даст т.е. релиз должен быть с каким-то доработками еще с чем-то и под это вы можете да отзвести какие-то изменения прекрасный google play в этом плане тем что можно добавить в любой момент новый скриншот и описать вообще все поменять вот просто все что хотите нажимается сейф и все оно там через час обновляется и ничего не нужно никому рассказывать вот собственно про открытие компании еще очень хотела сказать потому что было очень удивительно вот такая интересная история потому что когда звук только выпускали на рынок в России и думали что будет лонч мы тихонечко выпустим посмотрим как пользователи пользуются и когда мы отправили на ревью нам тут же звонят зацепла и говорят знаете мы же пару раз ваше приложение мы его зафичили ну класс в общем первые что-то 5 дней мы собрали 250 тысяч установок как-то не очень тихо не получилось немножко пошумели ну и там собственно за первый месяц было порядка 350 тысяч установок ну в общем все было классно но в то же время это такой редкий случай наверное того когда apple пошел навстречу у меня есть еще примерно 5 знакомых они просто эти разработчики боя они делают положение которое позволяет подстраивать скорость проигрывания музыки в вашем плеере причем там неважно каком тот темп в котором вы бежите бежите быстрее оно оскоряется бежите медленнее оно замедляется в общем на самом деле футуристические но они сделали на самом деле только скриншот и сделали ну как сказать промо сайт страницу на котором сказали скоро у нас будет такое приложение приходите все в общем как-то зашли туда ребята это было сами и сами пригласили ребят на презентацию в какой-нибудь весной день летом все их позвали в Калифорнию облатили им проживание перелеты все прекрасное но это такой очень легкий случай я знаю гораздо больше примеров того как разработчики ищут контакты пытаются связаться и никак у них не получается и компания не выходит к нему никакой контакт скажем так в сравнении с этим с компанией Google тоже прекрасно в том плане что мы очень быстро нашли контакты у человека из Google написали сказали вот мы такие классные мы очень хотим понять как сделать так чтобы наше приложение за фичеринг и мы знаем что она наглая мы может и как-то так взяли и хотим фичеринга вот ну и просто хотим услышать какие-то рекомендации что нам делать для того чтобы приложение пользовалось большей популярностью в вашем сторе ну вот собственно на что нам ребята назначили встречу в основном главном офисе в Москве мы приехали в гости встретились там с разработчиками которые там и с организаторами нам выдали такой мануал вот это надо поменять переделать то есть взяли и прошли по всему приложению выдали рекомендацию после чего мы им там отправили билд сказали ребята мы вот справились пойдет так пойдет так ну то есть с промежуточными литерациями то есть на самом деле сопровождение компании ее заинтересованность в том чтобы вы улучшали свой продукт готово поскладываться рассказывать советы давать и так далее главное делать классный продукт google имеет свой план по тому какие приложения или ну то есть когда мы ходили последний раз пару месяцев назад наверное нам рассказали о том что они планируются в качестве разработки в дальнейшем что они будут монтировать у них есть какой-то свой план например ой я еще не добавила самая классная история если хотите получить фичеринг используйте до строго там промонтирует сама компания когда apple там не знаю выпуск выпускал шестой айфон приложения которые были адаптированы под шестерку фичеринг когда выпускали часы и приложение у которого было приложение для часов фичеринг если вы как бы понимаете на презентации что там в скором времени будет какая-то выходить технология которую вы можете встроить интегрировать делайте это потому что это позволит вам получить фичеринг я бы только конечно не говорила но не надо вообще ну ладно собственно google тоже имеет план потому что был материал дизайн все приложения которые были адаптированы в материал дизайне получали фичеринг собственно собственно если бы ваше приложение тоже было такое то он тоже могло бы за это процентовать ну и так напоследок хотелось сказать о том что вместе пользователей более 1 миллиарда это какое-то старое очень число я не нашла точнее сколько их как бы количество людей мне так внушает что я уже понимаю что вот с этой аудиторией надо работать все можно работать там у них у кого-то с миллиарда найдется денег на то чтобы нам хотя бы жилось хорошо поэтому собственно хочется напоследок пожелать вам успеха с вашими продуктами и там чтобы они развивались вы укреплялись и все было у вас прекрасно и я в любом случае буду рада вам помочь подсказать ответные вопросы и вообще было спасибо за доклад было классно интересно по ходу доклада доводили несколько вопросов во-первых когда вы сказали про логотип про его вы скажете что у нас так на пальцах рисовать и так все хорошо откуда вы знаете если бы например вы нарисовали другую возможно у вас было бы больше загрузок мы ее изменили в один момент то есть у нас сначала просто был был фон а потом осталось гардиет кто-то что перепутал и неправильно за агент пошепил солнышко ну в общем если честно мы просто обновляли скриншоты но только обновляли скриншоты сэклиза мы видели эту разницу я видела как сказать есть сервисы которые даже просят денег за тестирование иконок я много раз просто сама проводила для разных компаний тестирование иконок методология там очень простая ты просто приводишь пользу на эти же просто картинки и смотришь на какие больше кликают вот ну там скажем так там разница в сотых процента ну то есть 0.05 или 0.05 то есть не только чтобы заморачиваться на больших объемах пользователей наверное это будет существенной разницей не даст единственное всегда надо соблюдать гейтлайны компании угла свои угла свои чем ближе мы к нему то есть если у них материал дизайн значит намного материал дизайн плоская то собственно тоже в этом стиле чем ближе к нему тем понятно он больше опять же есть про иконки забавная история что я не знаю про ядекс положение есть он хорошо любого отечественного производителя ядекс есть такая особенность они все иконки выполняют в едином стиле на белом фоне вот у меня в определенный момент экран был с их иконками все ядексовские бури в одно место невозможно будут я не понимаю на что мне сейчас надо они настолько одинаковые они настолько друг от друга не отличаются для меня что я их не различаю как бы иконка выполняет роль навигации по ней должно быть понятно когда она будет стоять пользователю в телефоне я вижу например не знаю ой многие часто музыки играть музыку тоже не там нотка ну наверное это музыка да играть на кризиску простых ассоциаций ну например там в компании в уголео их символ икона не знаю у них лепп поэтому они все обыгрывают то изображение такое сякое которое около него это способ навигации и отличие ну как бы если она будет разительно отличаться там от всех не знаю все белые а вы не будете черными понятно вы будете выделяться но если там все будут красивые а вы не очень там види в дизайне то наверное не то чем стоит отличаться наверное все может быть иколог все есть еще еще один то есть давай ты сказали очень много разных кредитов а если начинаем продвигать приложение на какие структуры потому что они мне кажется разные они разные ну я спрошу а игру да это уложение нет бизнес-провожение ну окей значит все это будем считать а модель медитизации то есть там зарабатывать на чем за какое-то макия действия внутри да то есть папа ну понятно ну я бы пришла сначала к бесплатным всем историям то есть поискать ну то есть где-то публикации где сидит твоя аудитория те, кто могут там где-то аудитория ну то есть я не очень в теме как бы еще надо больше подробностей понимать что за именно приложение какие-то в целом способны выполняться вот поискать эту аудиторию сделать где-то пресс-релиз про приложение и показать почему оно решает что за проблемы оно решает почему он может быть полезнее ну про партнерство ну вот там собственно бесплатные свои движения бесплатная опер партнерство и реферальная программа то есть ты там за счет пиара придучаешь какую-то аудиторию дальше надо дать возможность позвать своих друзей потому что ну все мы общаемся друг с другом и со себе подобными общаемся в основном поэтому наверное если бы мне подходило это положение если оно мне подошло я его советую друзьям ну и дальше собственно искать другие приложения на похожую интиматику и придумывать способ как обмениваться с ними с аудиторией может быть что ты можешь дать этот функционал и вот так на какое-то время их пользователю бесплатно и на этом это позволит ну там заниматься как раз обстой оптимизацией скриншотами это позволит собрать достаточно объем аудитории бесплатный чтобы понять сколько ты зарабатываешь на этом потому что как правило я не знаю пример от того чтобы продукт первый раз когда выпускался ему было все идеально и всегда можно дорабатывать механики пользоваться если пользуются этой функцией не пользуются насколько там точно всегда нужно обращать внимание на аналитику аналитика должна быть в главе всего потому что никто лучше нее тебе не подскажет как пользователи реально пользуются твоими приложениями потому что одно дело когда тебе кажется ну тут же понятно надо нажать кнопку все случится но они могут ее вообще не нажимать и это можете показать аналитику какая-то ну флари обычно используют на первых этапах надеюсь я думаю еще вопрос то есть вариантов как это такая холодная продажа холодная по сердцу то есть лучше смотри я выискала какие-то сообщества работчиков ну там не знаю в фейсбуке просто вводишь мобайл была я помню группа в которой ну там просто все писали я выпускал такое-то приложение поддержите меня там не знаю поставьте его есть некоторое сообщество для людей открытых именно да да просто искать ну вот здесь может у кого есть приложение кто хочет меняться вот есть кандидат на партнерство сразу не теряйтесь не теряйтесь классные пользователи у меня просто много не могло менять сегодня давайте обсудим я боюсь даже целевая аудитория не совпадает а так все хорошо спасибо не за что спасибо может быть еще да желаем это да а потом тебя на такой вопрос скажите есть какая-то зависимость от того допустим готовиться к продолжению завтра есть возможность приобрести ну бесплатно есть какая-то зависимость как привлекать допустим постепенно все на этот проект хороший вопрос почему я не ответила зависит очень от категории на самом деле ну там можно сказать про закупку трафика мы понимаем что когда происходит закупка можно лицевать на то и 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 на то Больше пользователей увидят. Не видно ничего, да? Что написать? То есть на самом деле, каждый раз, когда мы закупаемся, ну, то есть можно даже просчитать, какой объем, ну, в разных категориях разное количество установок дает разные показатели. Например, я, ну, из последнего, что я помню, 14 тысяч установок, это была шестая позиция топового ролла СИИ. То есть если у тебя в день 14 тысяч установок, то ты примерно на пятой, шестой позиции в оверолле. Ну, там, можно просто поспрашивать друзей, можно поспрашивать меня, я могу сказать, сколько установок даст примерно другую позицию. В зависимости от этого ты понимаешь, например, что у меня вчера было, допустим, там, не знаю, 200 установок, да? То есть на следующий, ну, типа в первый день ты думаешь о том, что так, хорошо, а на завтра, ну, то есть чтобы занять там пятую позицию, например, мне надо, чтобы у меня там было 3200. Чтобы 3200, 200 примерно, ну, там, я получу опять с прошлого дня столько же органики, значит, за деньги мне там надо привлечь 3000. Так как ты 3000 привлекаешь, у тебя в следующий день органики, ну, становятся больше. Я могу точно сказать, что ее будет, где-то там суммарно может получиться опять, сложная математика, суммарно опять, допустим, 3200, но ты уже, так, ну так, ты уже там, например, докупаешь 2000, а здесь у тебя 1200. То есть таким образом у тебя плавно смещается пропорция, то есть изначально ты закупаешь больше, у тебя приходит сколько-то органики, потом ты сокращаешь объемы по закупке, и у тебя органически как бы сохраняется этот трафик. То есть там просто можно рассчитать, насколько у тебя вот эти 10 тысяч, насколько их можно растянуть. Опять же, допустим, ну там, допустим, быть 20-ми в категории или 19-ми, разница вообще никакой. То есть там процент, ну как это, количество установок, то есть там 19-я позиция – это там 200 установок, а 20-я – это там 180 установок. А эти 20 установок, они тебе ничего не дадут. Как правило, для того, чтобы получить какую-то существенную разницу, или там больше прироста органики примерно такой, необходимо там где-то примерно, ну, пятыми в категории быть. В зависимости, опять же, от категории. То есть, например, в музыке очень жесткая конкуренция. То есть там все время тот, кто находится на первом месте в категории музыка, находится, ну, как минимум, там, на 10-м, на 7-м месте в угрозе в России. То есть понятно, что там объем установок очень большой. А, например, и в тех же иностранных языках, то там конкуренция меньше, там на улингвалео они, по-моему, вторые где-то находятся. В них там порядка 500 установок в день. Ну, что-то такое. Но это им позволяет в своей категории быть вторыми. Собственно, в зависимости от этого, надо выбирать, там, какую стратегию придерживаться. Но у тебя изначально, там, тебе в первый день всегда необходимо для того, чтобы толчок дать, изменить, ну, вот, свой рейтинг в сторе, необходимо закупиться побольше, а дальше этот объем, он, как бы, идет, как-то вот так. От огня к дню какие-то там все меньше и меньше эти показатели. Примерно так. Кратко, если. А, ты хотел еще что-то спросить. Был вопрос касаемо, ну, поисковой оптимизации. То есть, я понял, что в App Store можно делать только с релизами, что-то там менять, да? Ну, плеймаркетинг, но по-другому. Но вопрос в следующем. Как часто происходит апдейт поисковой базы? То есть, ты вот выкатываешь, ты сразу поменял название, и сразу вылезаешь в топ, да? Или нет? Ну, вылезание в топ происходит только за счет, то есть, позиция в топе определяется только количеством установок. Если ты изменил слова, и у тебя тут же моментально полилось установок, и их стало больше, чем всех остальных, с тем, что он ранжируется в App Store каждый час, то есть, там, оно, ну, не совсем моментально, но практически сразу применяется. Если у тебя там сразу же пошел рост, он может быть, ну, как сказать, это не совсем такой рост, как вот здесь при закупке, но он там тоже. То есть, допустим, у тебя там есть какое-то количество установок, немножко типа, ну, или даже, может быть, часы. Потом ты делаешь релиз, вот этот там флажочек, и у тебя там дальше идут выше, 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 ну, и там как высоко уже получится. Она уходит как в дюйме, ну, и там, опять же, она вверху может, ну, чуть-чуть потом снизится, и остаться на каком-нибудь более-менее ровном уровне, а может тоже произойти вот так, потому что кто-нибудь из твоих конкурентов тоже обновит на эти же слова, и он тоже станет выдаваться по этому запросу. Тут, на самом деле, поэтому каждый релиз обычно проверяют снова, а насколько ключевое слово раз было как-то, то есть, там, типа, что музыка для iPhone пользователей ищет, мы узнали случайно, мы сами вводили, какие запросы вообще, ну, то есть, когда ты отбираешь ключевые слова, ты просто играешь с собой в ассоциации, а что мне социует с моим приложением? Наверное, музыка, наверное, там, не знаю, что-нибудь еще. Повысили, что многие, как-то случайным образом, они вводят первую букву и забывают, ну, как бы, и не случайно нажимают все еще. И поэтому по букве M очень много запросов происходит, и как бы, а там всякие, ну, и соответствующие музыки, скажем так, контенты. Поэтому, например, мы добавили букву M, это один символ, а как бы дает много запросов. Вот. Да. Ну, как-то так. Ну, касаемо топа, да, а вот при выдаче, ну, то есть, наиболее высоко, чтобы в выдаче по запросу оказаться, то есть, тоже сразу? Ну, в выдаче тоже, там, в выдаче влияет, как количество установок приложения вообще, то есть, сейчас, допустим, там, и еще что, музыка, и звук в этот момент, там, до сегодня, до сейчас, за прошедший час поставили тысячу человек, яндекс.музыку 900 человек. Мы выдадимся, причем тоже не факт, мы должны выдаться выше, но если, например, у нас процентовка, то есть, например, там, 10 человек, 10 человек ищет звук, и там 9 выставят, а у Яндекса 10 человек ищет, и 7 ставят, то, скорее всего, там, то выдаст нас, а если не было, там, наоборот? Да. То есть, там, совокупность, сейчас, двух факторов, причем, есть, ну, мы не пользуемся, как мотивированным трафиком, так и вот этой методикой, здесь определенный, то есть, можно закупать мотив, то есть, пользователи, которые придут, ведут в пышковике нужный вам запрос, и к нему поставят приложение, то есть, это не просто мотив, это мотив по определенному запросу. Пока прецедентов того, чтобы кого-нибудь на этом, ну, ловили за руку и говорили, а-та-та, не было, но когда-нибудь это случится, и не хочется быть этими ребятами. Google был суровый парень, и Apple, и они, если убирают, ну, сами за такое могут убрать изтора вообще, и там, как бы, непонятно, что дальше с этим делать. Опять же, есть много историй с тем, ну, уже про черный метод, ну, телавши рассказывали, сейчас еще порассказывали. например, есть разработчики, они где-то сидят в Украине, они занимаются тем, что, ну, своей жизнью живет, они занимаются тем, что они каждый день выпускают приложения с каким-нибудь диснеевским героем, ну, там, не знаю, с Микки Маусом, еще с кем-то, безусловно, все родители, своим прекрасным детям, тут же он начинает ставить, какое оно классное и чудесное, но так как используются все эти картинки, они должны получать, наверное, по идее, лицензию, это незаконно, там, через пару дней их из этого приложения, приложение, история убирает, но пользователи приложения уже пользуются, тут они включают рекламу, ребятки, приходите, таким образом, они собрали, что-то, порядка пяти миллионов пользователей, там, типа родителей, у которых, ну, родителей, тех, кому интересны детские приложения, после чего их там позвали в Apple, сказали, ребята, ладно, вы уже хрен с вами, мы ничего с вами не сделаем, но, как бы, если вы кому-нибудь разрешите продавать свой трафик, то мы вас по попе начикаем, то есть, вы можете рекламировать себя еще таким методом и собирать дальше аудиторию, но другим этот трафик отдавать нельзя, ну, так что, методик, на самом деле, все изучают все возможности сторов и какие-то еще там узкие места или еще что-то, находите, это тоже лайфхаки, которые там позволяют, в какой-то момент, когда вот стало можно длинное описание делать, тот, кто первый нашел, что можно там километр букв туда вставить, все, ну, они были выше, по большему количеству запросов выдавались выше остальными, тоже, как бы, постоянный поиск и творчество, в том числе, так же. Я еще могу что-нибудь да, перейти. Вы начали своего доклада с обладой в площадках iphone.ru и каких площадок для подрежения и перевозения, в общем-то, еще раз касалось, да, в частности, у нас, что мы должны использовать с помощью аудитории, ну, там, у них и много, в принципе, сколько у нас есть цены, а в целом, это не так, а в целом, я вам скажу, даже варьируются от компании к компании. То есть, как бы, условно, нам, мы говорят, ценники обычно в три раза дороже, чем нам, нашим знакомым, или еще как-то. Ну, то есть, чем вы больше, крупнее известней компании, вы больше цените. Ну, я как раз на ценообразование, как вы спросите, что 100 рублей и 70 тысяч такое диапазонное имя? Ну, они, наверное, говорили 120, это было года два назад, поэтому мы, как бы, не спрашиваем, они очень актуальны немножко. Ну, тут, как бы, это, как сказать, есть человек, он создал портал, объединил большое количество татуарь, он ей, как бы, продает ее, как умеет. Тут, про ценообразование, все равно все люди и там, со всеми можно дружиться, общаться и предлагать какие-то штуки, если это будет реально интересно. Ну, я бы просто сказала, что на них мир блин не сошелся, вот, Апсоул публикуют бесплатно, все пресс-релизы, есть прекрасный портал Аптрактов, ну, они больше, наверное, там, про мобильный маркетинг, рассказы и так далее, но, в целом, если есть интересная история про разработчик, они тоже, что на вальсерах публикуют. Сонас, еще недавно публиковал, что куда, они, ну, такие, они не как айфонс, они сбирательно подходят к контенту, но, они сами выбирают, про кого они будут писать. Я не знаю, как к ним попасть за деньги, мы не пробовали, но, вот, еще кто записал, мы не знаем, ну, так как, как бы, много, на самом деле, даже если, игровые, можно, то, сходить в какие-нибудь группы ВК, ну, то есть, то, что там, ребята рассказывали о том, что они захотели в группу ВК, и писали, что, чуваки, мы всем вашим пользователям дадим, да, не знаю, дополнительный уровень, интервал, все что угодно, ну, только проаннотируйте приложение, мы создадим, как бы, типа, вы пользователю можете сказать, что мы для вас подарок сделали, а, ну, как, вы пользуетесь им хорошо, вам приятно, пользователи пришли, так что только удержать, ну, как и диктаболозом. То есть, на самом деле, группы ВК в этом плане более лояльны, потому что, ну, у них, как-то, поток рекламных объявлений большой, и когда-нибудь они, там, ну, сейчас тем более праздники будут, они все равно розыгрышкой какие-то, как-то устраивать, на самом деле. скажите, а у вас как-то влияет, рейд, как-то, наоборот, находитесь, к примеру, у вас, у меня есть приложение, у которого 100 тысяч долларов, да, и вы любите еще одно, но, оно как-то будет, если выжить, что рейд будет? На позицию, именно в Сторе, оно влияние не оказывает. Оно, оно оказывает влияние на то, что в несут приложение есть рекомендованные, или с ним обычно ставят, и там ваши приложения будут первыми, а потом будут приложения конкурентов, условно. Ну, и кроме этого, у вас, если есть уже аудитория, то вы, собственно, из своего же приложения можете в свое же приложение ввести, и вас там никто не ругает. Можно делать еще, ну, условные пакетные продажи, это когда там, типа, у вас, не знаю, есть четыре приложения, и вы говорите, что в каждом из них, например, там, подписка или что-нибудь стоит, там, по 50 рублей, а на все четыре, 150, супер-мега распродажа. Ну, то есть, так как эти все приложения именно от вас, они вам позволяют сделать такой дисконт, ну, что пользователю может быть приятно. в общем-то я никуда не одеваюсь, я думаю, что мы дальше можем пообщаться. Давайте, помогаю, на кофе пойти за второй. Еще раз спасибо, давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ